Всем привет и о да, это очередная распаковочка акварели. На момент 6 июня 2024 года, тогда когда я записываю это видео, это у меня уже шестой набор акварели. Но одна из них медовая, я ее заказала специально для следующего ролика. Идеи я хочу сравнить, стоит ли вообще переплачивать за акварель. Но кроме акварели я также купила наконец-таки такую огромную кисть. Она мне очень была нужна, потому что у меня все кисти, они достаточно такого среднего размера. Еще я приобрела текстурную пасту, но она для одной из моих будущих работ. Ну и про это я сниму уже отдельное видео. Ну и самое главное, для чего же мы здесь собрались, акварель. Ну а в этом ролике мы с вами сделаем обзор на новый набор акварели от Невска Палитра, грануляция. Эти цвета сильно раскрывают свойства акварельных красок, как грануляция. Мой набор состоит из 21 цвета. В очень удобно, правда, тяжеловатом пенале. Но перед этим давайте ознакомимся вообще с термином грануляция. Что же это такое? Пегмент полностью не распрояется в воде, он выпадает в осадок. При высыхании красочного слоя. И именно этот осадок создает грануляцию. Это свойство абсолютно всех пигментов, просто у кого-то больше, а у кого-то меньше. Но это еще и зависит от помолого пигмента. Грануляция хорошо раскрывается на фактурной бумаге. Эти цвета предназначены для передачи глубины, текстур, драпировок, теней, позволяют создать заливки сильной грануляции. Плюс насыщенность цвета также сохраняется даже при большом добавлении воды. А большинство цветов обладает очень большой светостойкостью и работы могут сохраняться аж в более 100 лет. Также эти краски дают возможность делать работу тонкими лессировками. Кто не знает, лессировка это способ нанесения акварели прозрачными мазками. Ну а теперь подробнее о самих цветах. Прям про цвета я вам особо рассказывать не буду. Ведь в основном у всех у них одинаковые свойства. Если я не ошибаюсь, практически у всех три звезды светостойкости и все они гранулирующие. Кстати, хочу добавить, если у вас сильно тускнеет акварель после высыхания, то скорее всего дело не в самой акварели, а дело в бумаге, на которой вы рисуете. Что-то типа выкраски есть и на самой коробке, но как правило они не очень точные и поэтому я сделала свою на бумаге. Ну и уже за кадром я много пользовалась уже раз этой акварелью. Ну и вот что я могу в целом сказать. Мне кажется, что эта краска подходит только для создания неба или каких-нибудь драпировок. Ну и тому подобное. Потому что эффект грануляции он не везде уместен. Ну и стоит ли вообще покупать такой набор? Этот набор, конечно, не для самой первой покупки акварели. Тем более здесь нет основных цветов, здесь даже нет желтого. Поэтому это уже может пойти как дополнение к вашей палитре. И все зависит от того, какого эффекта вы хотите от акварели. К сожалению, это видео получилось очень коротким, потому что я очень стараюсь записывать по два ролика в неделю. А это очень-очень сложно. Ну и выпускать три шорта в день. Ну а еще обязательно подписывайтесь в мой телеграм-канал, там много чего интересного. Я надеюсь, вы меня понимаете. Не забывайте смотреть мои другие ролики. Всем пока!